Ну а это снова мы, и прежде чем продолжить выяснение отношений с бывшими, у нас всё ещё висит на проводе Гарри Поттер, Дэниел Рэдклифф, утром на пять. Дэниел, ку-ку, вы ещё с нами? Это прекрасно. Тогда, знаете, спрошу, и всегда же интересно, как вот актёр от монороли избавляется. Всю жизнь играет Гарри Поттер, а потом бац, нужно продолжать. И как вы дошли до того, что согласились играть именно в «Женщине в чёрном»? Я впервые прочитал сценарий этого фильма спустя четыре часа после последней съёмки фильма о Гарри Поттере, и мне сразу же понравилось. Это великолепно написанный сценарий, невероятно умный и вместе с тем страшный. Я понял, что хочу быть частью этой истории. А что касается моего следующего проекта, это «Убивай своих любимых», это история про убийство, которая послужила предпосылкой к возникновению движения битников, поэтов и писателей. Я играю 19-летнего Алана Гинзбурга. Кстати, об убиении своих любимых мы сейчас в какой-то степени и об этом тоже говорим. И вот я смотрю, Дэниел, на вас и понимаю, что я жалею женщин, которые встретятся на вашем пути, прям явный сердцеед. Расскажите, как надо расставаться с любимыми так, чтобы это было красиво, хорошо и не наносить им травму, что ли? Я думаю, что для каждого человека это очень индивидуально. Очень сильно зависит от ситуации. И в принципе нет единого рецепта, как можно закончить отношения или закончить дружбу. И в каждом конкретном случае стоит разбираться отдельно, по моему мнению. Спасибо. Спасибо большое.